привет меня зовут Анна мы с вами продолжаем изучать математику и тема сегодняшнего урока таблица умножения деления на 2 по плану мы сегодня с вами говорим об умножении что это такое зачем оно нам нужно обсудим какие есть компоненты как называются компоненты умножения деления а также составим таблицу умножения деления на 2 и запишем конечно ее к себе в тетради и так умножение зачем оно нам нужно представьте себе что вам нужно записать сумму слагаемой 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 получается очень долго и вы тратите на это очень много времени математика любит краткость поэтому в математике есть такое прекрасное действие как умножение умножение заменяет сумму одинаковых слагаемых например здесь у нас есть число 2 которое повторяется 5 раз и мы можем это записать 2 умноженное на 5 обратите внимание в умножении первое число показывает количество да а второе число показывает сколько раз оно повторяется то есть здесь у нас 2 число 2 повторяется 5 раз 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 можно записать как 2 умноженное на 5 ну или говорят дважды 5 давайте с вами вспомним как называются компоненты действия умножения числа которые мы умножаем называются множителями а результат умножения называется произведением очень легко запомнить это слово произведение слово произведение используется не только в математике но и в русском языке в литературе например литературное произведение также произведение музыкальное может быть ноты в математике тоже есть произведение обратите внимание само выражение дважды 5 или 5 умноженное на 2 тоже называется произведением то есть если я скажу вам записать произведение чисел 5 и 2 то вы можете записать выражение 5 умножить на 2 ну и что давайте с вами составим таблицу умножению на 2 мы будем умножать числа начиная с единицы до 9 на 2 но 1 если мы два раза берем по единице 1 и 1 на это получается 22 раза берем по двойке 2 плюс 2 это 4 а дальше ответы у нас увеличиваются на 2 3 на 3 на 2 6 4 на 2 8 5 на 2 10 6 на 2 12 7 на 2 14 8 на 2 16 9 на 2 18 ну число 10 не является случаем табличным но тоже можно с вами записать 10 умножить на 2 это будет 20 обратите внимание на то что разница между результатами между произведениями до здесь 2 4 6 8 10 в 2 единицы то есть каждый следующий ответ больше предыдущего на 2 ну а теперь поговорим про деление деление это как бы обратное действие умножению умножение как бы приумножает какое-то количество отделение наоборот делит уменьшает в несколько раз на и вот у нас с вами равенство 10 деленное на 2 получаем 5 в этом выражении в этом равенстве 10 это делимая это то число которое мы делим делим 2 это наш делитель это то число которое делит опять это частная да та часть которую мы с вами находим частная часть и так в действие деление у нас есть компоненты делимая делитель и частная если мы с вами посмотрим на такую задачу у нас с вами есть 6 звезд и нам нужно разделить их на на 2 на 2 части да на 2 разделить мы можем спокойно это сделать да у нас получается 3 и еще 3 и таким образом у нас это число разделил 6 до разделилась полностью ничего не осталось до больше для деления но если у нас появляется еще одна звезда до их становится 7 и нам нужно разделить их на двоих до на 2 то мы опять разделим до 3 по 3 3 и 3 и одна звезда у нас останется в остатке то есть это число мы полностью разделить на 2 не можем в этом случае до принято делить число на те которые делятся на 2 и те которые на 2 без остатка ним нельзя разделить и их называют четные числа те которые делятся на два и нечетные числа те которые не делятся на 2 мы сейчас с вами рассмотрим несколько четных чисел составляя таблицу деления на 2 и так первое единицы на Единица меньше, чем 2, мы ее не можем разделить на 2 без остатка. А вот 2 на 2 можем разделить, а получится 1. Два пирожка было, надо разделить на двоих человек, каждому досталось по одному пирожку. Число 3, можем ли мы разделить на 2 без остатка? Нет, если у нас 3 пирога и 2 человека, то один пирог останется лишним. Мы не сможем его поделить, чтобы он остался целым. Поэтому число 3 является нечетным. А вот число 4 мы можем разделить на 2. Если у нас будет 4 пирога и 2 человека, то каждому достанется по 2 целых пирожка. 4 деленное на 2, это будет 2. Точно так же число 5 мы не можем разделить на 2 без остатка. Это нечетное число. А вот число 6 можем. 6 деленное на 2, это 3. 7 не можем разделить, а 8 можем. 8 деленное на 2, это 4. 9 не можем, а 10 можем. 10 деленное на 2, это 5. Обратите внимание, что четные числа у нас с вами друг от друга отличаются на 2 единицы. 2, 4, 6, 8, 10. Какое следующее будет число? Конечно, 12 деленное на 2, это 6. Дальше. 14 деленное на 2, это будет 7. 16 деленное на 2, это 8. И 18 деленное на 2, это 9. Остальные числа вы сможете вычистить уже сами. Мы можем разделить на 2. 20, 22, 24, 26, 28, 30 и так далее. Продолжить ряд этих четных чисел. И обратите внимание, что в конце записи каждого из этих чисел будут стоять цифры 2, 4, 6, 8 или 0, как в числе 10. Ну что, а мы подводим итог. Мы сегодня поговорили про умножение. Вспомнили, что умножение заменяет сумму одинаковых слагаемых. Дальше разобрали с вами компоненты умножения и деления. Вспомнили их. Ну и, конечно же, поговорили о таблице умножения и деления на 2. И я надеюсь, что вы записали себе в тетрадь и постараетесь эти таблицы запомнить. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok